Уважаемые друзья, собравшиеся в этом зале, телезрители, кто будет смотреть нас уже на канале Универ ТВ, я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, собеседника. Вот более легкой задачи у меня не стояла никогда в жизни, да, потому что представить под ваши бурные аплодисменты Анатолия Евгеньевича Карпова, вот самое легкое, наверное, что может сделать любой человек на просторах не только Советского Союза, некогда гигантской страны, но и мира, ибо это чемпион мира по шахматам, а это звание, этот титул вечен. Бурные аплодисменты. И прежде чем мы перейдем, собственно, к ожидаемой сессии вопросов-ответов, конечно, хочется услышать ваше мнение о, ну, в том числе и проблемное мнение, конечно, почему Казань, почему Казанский университет, это вас, наверное, уже многие сейчас спрашивают, как вы оцениваете то, что сегодня случилось, и как вы оцениваете сегодняшнее состояние, ну, скажем так, интереса к шахматам. Было время, мы просто умирали, да, даже кто ничего не понимал в этом, да, сидели возле телевизора, да, глотали валидол, возле радиоприемников. Сегодня это информационное пространство немножко затянило, да, интерес, или действительно он немножко падает. Вот ваши слова, ваше мнение о и происходившем сегодня, и происходящем в целом, да, вокруг вашего... Хорошо, да. Во-первых, добрый день, дорогие друзья, но у нас сегодня замечательный день. Мы открыли прекрасный центр, центр шахмат. Я надеюсь, что он будет всегда полный людей, студентов, преподавателей, детей преподавателей. И как-то вот в последнее время мы не просто пытаемся, но мы действительно реанимируем интерес к шахматам, который был десятилетиями в нашей стране, когда-то еще был Советский Союз. Но потом, к сожалению, вот перестройка много чего у нас наделала в стране, и в том числе и разрушила систему шахмат. Не только шахмат, но и спорта в целом. Но сейчас мы осваиваемся с новыми условиями, вот, и ищем и компании-спонсоры, и поддержку, общественную поддержку, политическую поддержку. Но вот у меня приятные дни, потому что я этой ночью вернулся из Тюмени, а утром уже прилетел к вам. В Тюмени 9 лет мы работали над темой получения новых помещений для шахматной школы Анатолия Карпова. У нас она там уникальная. Десять лет назад я ее создал в Тюмени, и в этой школе сейчас работает пять гроссмейстеров международных, причем два гроссмейстера выросли в рамках нашей школы. И приобщились к преподавательской деятельности. Еще два гроссмейстера вот-вот придут на работу. Моя однофамилица переехала из Новосибирска, гроссмейстера Карпова. Но это не родственные связи, это однофамилица. И у нас будет преподавать ведущий белорусский гроссмейстер Ковалев. Так что даже сейчас без этих двух такого центра никогда не было. Ни в Москве, ни в Питере, и тем более в мире, как вот в Тюмени. Ну и когда мы стали вырастать из тех коротких штанишек, в которых мы оказались в первые годы, то девять лет работали над темой нового помещения. И вот позавчера я открыл новый центр, образовательный центр Карпова в Тюмени. Сегодня здесь, и вообще редко такое бывает, что в три дня. Причем в Тюмени это лучшая шахматная школа России. И по помещению. Ну а когда мы получим вторую часть здания, сейчас у нас половина первого этажа жилого дома, а достигнут договоренности уже, что мы получим весь первый этаж, то тогда это будет вообще замечательно. Это, вне всяких сомнений, будет лучшая и самая большая шахматная школа в России. Ну вот, что касается Казанского университета, то тоже давно задуманная. Пандемия нас немножко сбила с толку. Но тем не менее, сейчас мы все-таки считаем, что как-то мы освоились, хотя вирус нас не оставил окончательно, но все-таки у нас жизнь стала восстанавливаться. И замечательно, что мы смогли реализовать давно задуманный план открытия шахматного центра. По миру сегодня шахматы идут в школьные программы на всех континентах. Принято решение Евросоюза 10 лет назад. Решение, правда, такой рекомендательный характер, включать шахматы в школьное образование европейских стран. Есть отдельные достижения. Вот во Франции у меня три города, в которых они такие средние по французским масштабам, в которых шахматы преподают во всех школах этих городов. У них есть программа федеральная и региональная. Так вот, в рамках региональной программы шахматы включены как обязательный предмет в трех городах. И даже первый город, в котором я все это начинал, Аньер-Сюрсен, это пригород Парижа, вот даже не просто шло внедрение новой темы. Родители сначала не понимали, но на второй год все поняли и получили полную поддержку. Сначала была экспериментальная одна школа. Сейчас в этом городе во всех школах преподают шахматы. И даже отмечаемые заслуги Совет депутатов, как у них называется, я не знаю, но по-нашему Совет депутатов, они проголосовали и приняли решение, что в городе будет открыта улица Анатолия Карпова. Это вообще явление редкое, что в другой стране такая улица была открыта. В Америке у меня есть три школы. В Чикаго, в Канзасе и в Нью-Йорке. И в Америке в системе онлайн шахматы являются частью государственной системы образования. И дети любого штата могут в системе онлайн прослушать лекции, принести сертификат, подтверждающий, что они эти лекции прослушали, и получить баллы в очной школе уже. У них комбинированная система начисления баллов по предметам в системе онлайн и в системе очного обучения. Так что вот шахматы через систему онлайн входит в систему образовательную Соединенных Штатов. Ну и, собственно, на всех континентах шахматы заходят в школы. И у меня школы открыты в 42 странах мира. Ну и все это, кроме Австралии, все это ушло на разные континенты. В Африке у меня есть школы, в Южной Америки, в Северной, я сказал, в Соединенных Штатах, в европейских странах, в азиатских странах. Ну а в России, в России география моих школ очень широкая, от Петропавловска-Камчатского до Смоленской, от Салехарда до Махачкалы. То есть практически вся территория России. Я не хочу сказать, что в каждом регионе есть школы Карпова, но если мы возьмем географию нашей страны, то в крайних точках эти школы существуют. Шахматы сейчас, особенно, кстати, пандемия и развитие интернета помогли шахматам возродиться с точки зрения общественного интереса и конкретных каких-то увлечений детей. Потому как в шахматы можно играть по системе интернета, а другие виды спорта можно посмотреть чего-то, но участвовать не можешь. И вот когда были нарушены связи между странами, то мы очень активно проводили турниры по интернету, в системе онлайн. И даже вот уже шестой год я провожу премии Карпова и Кубки Карпова для Москвы и Московской области «Дети до 14 лет, мальчики и девочки». Мы в прошлом году установили рекорд, а нет, не в прошлом, в начале этого года, проводили турниры онлайн. В турнире приняло участие 1262 мальчика и девочки. Это самый большой турнир на территории Российской Федерации, который мы провели в этом году. Так что перспективы есть. Что касается профессиональных шахмат, то они в определенном кризисе находятся. Ну, это благодаря ошибкам руководства Международной шахматной федерации. Конкретно началось еще с Компоманоса. Ну, а завершил развал системы чемпионата мира и подточил профессиональные шахматы это Илья Мужинов. Но сейчас, слава богу, от него шахматный мир избавился. Так что вот мы начинаем восстанавливать и серьезную систему чемпионатов мира. И вот все с нетерпением ожидают матча на первенство мира между Карсеном и Непомнящим. Российский шахматист отобрался из турнира претендентов и имеет определенные шансы. Так что пожелаем Непомнящим и успехов. Спасибо. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, вы давайте мне знать и, соответственно, микрофон будет переходить к вам. Только просьба представляться. Если у кого-то есть вопросы, уже давайте сигнал. Но пока вы подаете мне сигнал, знаете, что хотелось уточнить? Как-то резануло. В Евросоюзе, пусть на уровне рекомендаций, но в образовательную программу включается. В Штатах в образовательном процессе присутствует изучение шахматы. Получение компетенций, навыков, как сейчас модно говорить, шахматных. В России чего и только не предлагают школьные программы включить. И даже включили кое-что, что можно было бы исключить безболезненно. Нет какого-то движения, чтобы через школьные, допустим, образовательные программы вернуть шахматы? Ну, процесс идет. Может, у меня просто не было возможности сказать вам об этом. Но вообще свою первую региональную шахматную школу я создал 33 года тому назад. Причем она была школой нового типа, потому что до шахматной школы Карпова в Воронеже под названием «Девятая вертикаль». Почему «Девятая вертикаль»? Потому что так называлась первая книга о Карпове, изданная в 1976 году. До этого все школы были союзного значения, российского значения. А что значит союзного? Российского – это собирали детей талантливых со всего Советского Союза или России. Ну, и проводились сессии школ. Я сделал первую школу региональную. Она была постоянно действующая в Воронеже. У меня там было 8 учеников, 2 девочки, 6 мальчиков. Когда школу создавали, девочки были перворазрядницы. Из 6 мальчиков, по-моему, 2 или 3 кандидата в мастера и перворазрядники. Результат деятельности нашей школы с тем составом, 2 девочки добились звания международного мастера. Из 6 мальчиков 3 стали гроссмейстерами. Один стал лучшим тренером России и Польши, и Испании, по-моему. И 2 международных мастера. Причем, когда мы начинали работать, в Воронеже был только один международный гроссмейстер по переписке Загоровский. Международных мастеров даже не было. Но вот, опираясь на опыт моей школы в Воронеже, ну и вообще, пошло развитие не только в России, я поддержку получил замечательную от министра образования России Филиппова Владимира Михайловича, который был ректором РУДН, это Российский университет дружбы народов. После министра он снова вернулся в РУДН ректором, сейчас он президент этого университета. И первые документы министерства образования вышли с его подписью в качестве такой мягкой рекомендации. Затем это поддержали следующие министры образования, и нынешние поддерживают. А вот предыдущие, просто она очень коротко была министром, всего год с небольшим. Причем, я с ней был знаком не по шахматной тематике, она работала в администрации президента. И вот, когда стала министром образования, ее, по-моему, утвердили в конце августа или в начале сентября, и присутствующая здесь Эльдара Рыкович помнит, она выступала перед нами, и на удивление, когда она говорила о первых задачах и планах, она заявила, что она ставит главной задачей, одной из главных задач включения шахмат в школьные программы. Вот, это, знаете, было удивительно совершенно, вот, но, к сожалению, вот не все в ней удалось, но как-то она все равно подтолкнула, и нынешний министр образования поддерживает включение шахмат. Собственно, сейчас на федеральном уровне все документы есть. Разрешительные документы сейчас зависят от директоров школ. Если они хотят, они могут шахматы включать и как обязательный предмет. Вот, и нам очень помогло в этом плане решение или законодательная инициатива, которая была принята, это третий урок физкультуры и спорта в школах. Поскольку не везде, особенно в зимнее время, хватает спортивных залов, то многие директора третий урок стали включать как шахматы. Поэтому я не могу сказать, что шахматное обучение охватывает все школы, но этот процесс идет. Спасибо. Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Меня зовут Никита Сергеевич. Обучаю здесь КФУ на четвертом курсе уже, конфликтолог. Вот вы упомянули человека, который приносил большой вред миру шахмат. Мне вот интересно, каким образом он вредил миру шахмат и как от него избавились? Слава Богу. Как ни странно, Ильмжинов имеется в виду, от него избавилась его же команда. Он стал президентом шахматной федерации в 1995 году и был президентом 23 года. 23 года за это время он разрушил практически систему чемпионатов мира. Я просто по цифрам скажу. Кто-то может не соглашаться, но цифры говорят сами за себя. Вообще, звание чемпиона мира по шахматам самое старое в мире спорта. И у нас много инициатив, которые потом перешли на другие виды спорта. Скажем, еще в редких странах проводились национальные чемпионаты по шахматам. А в Лондоне в 1851 году за 45 лет до современных Олимпийских игр был проведен первый крупнейший международный шахматный турнир. Вообще, о международной связи тогда по другим видам спорта о них только мечтали. Мы уже провели такой турнир. Первый матч на первенство мира по шахматам был организован в 1886 году. Это за 10 лет до современных Олимпийских игр. Так что у нас самое старое звание чемпиона мира, самые древние традиции. Если касаться чемпионов мира, то с 1886 года по 1985 было всего 12 чемпионов мира. Вот я 12-й чемпион мира стал в 1975 году. Значит, за 100 лет 12 чемпионов мира. Результат деятельности Лемжинова за первые 12 лет он нам наплодил 9 чемпионов мира. Он резко снизил планку и вообще пошли... Я не могу сказать, что эти люди там, скажем, были непонятно откуда взявшиеся, но это не чемпионы мира. Вот, включая меня, там, скажем, Каспарова, каждый чемпион мира целая эпоха в шахматах. Тут пошли совершенно случайные люди, там, скажем, Касымжанов из Узбекистана или Халифман из Петербурга, хотят хорошие гроссмейстеры, но это не чемпионы мира. И в какой-то момент не только любители шахмат, но и профессионалы запутались, кто же является чемпионом мира, потому что Селимжанов стал проводить чемпионат мира каждый год по олимпийской системе. Ну, в общем, полный бред. Полный бред, и таким образом он подточил подточил у нас значимость звания чемпиона мира, всей системы чемпионата мира. Вот я уже не говорю о том, что в политических шахматах просто нас замучила коррупция, покупка голосов на конгрессах, по выборам. Вот это не секрет, и, в общем, все это делалось открыто достаточно. Но вот сейчас Дворкович постепенно меняет ситуацию. Первое, что он сделал, когда избрался президентом, когда Люмжинова отторгла его же команда, избрался Дворкович, первое, что он сделал, он отменил прокси на шахматных конгрессах всемирных. А вот введение прокси, знаете, понимаете, что такое прокси? Нет? Кто не знает? Значит, если делегат федерации не присутствует на конгрессе очно, то федерация может передать право голоса другому. И это существовало давным-давно, но обязательно должен был быть оригинал документа и подписанный представителем федерации. Для того, чтобы можно было манипулировать на выборах и покупать голоса, первое, что сделал Люмжинов, значит, он принял решение на конгрессе, провел его, что не обязательно оригинал документа, можно пользоваться копиями. Но в наше время, понимаете, копии там 70-х годов, их непросто было сделать. Но сейчас, имея бланки федерации и оригинал подписи, сделать копии вообще ничего не стоит. Вот это первое. Второе, что сделал Люмжинов, помимо конкретных покупок голосов, он, значит, ввел положение, что эти прокси могут быть подписаны не только представителем федерации шахмат, там, скажем, я не знаю, Уругвая или Сенегала, но любым из заместителей. А дальше копия, уровень подписи, и вот, скажем, представитель шахматной федерации Марокко подписывает прокси там, скажем, в 10 часов 15 сентября, а его заместитель подписывает прокси другой стране в 10.05 15 сентября, и подпись заместителя становится выше и старше подписи представителя федерации. Ну, и сами понимаете, что из этого вообще шло. Вот, вот эту систему Дворкович сразу уничтожил. Первое, что он сделал, когда был избран президентом, он предложил на Конгрессе изничтожить вообще систему прокси. Это замечательный шаг очищения, скажем, политической сцены шахмат. Слава Богу, что это не коснуло шахмат спортивных. Вот, у нас не было, ну, какие-то редкие случаи продажи партии, там, очков, но мы с этим очень жестко боролись, и в мое время, когда я был чемпионом мира, мы этой заразе не дали зайти в шахматы. Но политические шахматы мы защитить не смогли. Спасибо. Вопросы? Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич, меня зовут Салават, у меня к вам два вопроса. Первый, сейчас я увидел, что вы очень увлеченно рассказываете про шахматы, вам, ну, видно, что вам искренне интересно обо всем этом рассказывать, обсуждать, эти вопросы шахматы. Вот, и первый вопрос заключается в том, как вы за десятки лет игры в шахматы не растеряли к ним интерес и до сих пор с таким, я бы даже сказал, огнем в глазах о них рассказываете. И второй вопрос, он связан с тем, что некоторые мои знакомые любят играть в интеллектуальные игры и перед важными играми у них бывает такая проблема, что не хватает концентрации, волнения и прочие другие факты сказываются на их состоянии и кто-то для того, чтобы сконцентрироваться, ему просто необходимо съесть стейк перед игрой, кто-то обещает тебе в баню пойти всей командой после игры. Вот, у меня к вам вопрос, были ли у вас какие-то методы подготовки к игре, чтобы убрать волнение и сконцентрироваться? Скорее вопрос не к тому, как вы играли уже, когда стали опытным шахматистом, вопрос скорее к тому, как вы начинали. Я могу повторить оба вопроса? Ну, знаете, я вообще человек широких интересов, не случайно являюсь депутатом, не случайно я там руководитель одной из крупнейших благотворительных миротворческих организаций. В следующем году будет 40 лет, как я возглавляю, Советский фонд мира. Кстати, вот год назад мы вернули старое название, вот, 30 с лишним лет мы действовали как Международная Ассоциация фондов мира, но пошла инициатива на нашей конференции международной от Казахстана и Белоруссии. Вот они обратили внимание на то, что Советский фонд мира настолько был активен и столько много сделал в международных отношениях в области миротворчества, что за 30 лет мы не смогли даже части заполучить того, что имели от прошлого. Вот, они предложили вернуться к старому названию и конференция единогласно приняла решение и мы, но сейчас уже в кавычках, если раньше мы просто были Советский фонд мира, то сейчас неправительственная международная организация в кавычках Советский фонд мира. И сейчас, вот, знаете, мы были мы были инициаторами движения народной дипломатии, которую сейчас почему-то приписывают американцам, что абсолютно исторически несправедливо, поскольку я был на тех конференциях, я еще не возглавлял или уже возглавлял Советский фонд мира, наверное, возглавлял уже. Вот, когда на конференциях в Праге, в Софии, в Вене мы начали говорить о народной дипломатии. И когда она как бы получила поддержку по всему миру и начала развиваться, то у нас инициативу из рук выхватили, а мы так спокойно отдали первенство, и сейчас в мире считается, что вот народную дипломатию представляли, и идеи народной дипломатии родились в Соединенных Штатах Америки. это абсолютно не соответствует действительности, но жалко, что мы свои права не отстаиваем и свои позиции. Что касается шахмат, ну, я чемпионом мира стал не только потому, что какую-то часть таланта и немалую я получил от рождения, но просто я с удовольствием всегда играл в шахматы, и когда я в малые годы пошел в шахматный клуб, я не думал, что я стану чемпионом мира, но я начал играть в шахматы, научился играть в шахматы в семье, отец меня научил где-то в четыре с небольшим года, в семь лет я играл в первом турнире, и вот в семи лет я увлекся шахматами, я мог играть и днем, и ночью, вот, что вызывало критику со стороны родителей и тренеров, но, тем не менее, мы с удовольствием проводили даже и ночи, играя в Блиц. Что касается концентрации, ну, это все индивидуально, то есть, я как-то с детства умел концентрироваться, хотя, вот, вообще без волнения играть неправильно, когда чрезмерное волнение, оно может мешать, но если приходишь лоднокровно, и вообще тебе все равно, то ничего хорошего из этого не получится, поэтому, вот, немножко волнения перед партией, оно должно быть, но оно не должно захлестывать, и вот этот избыток волнения, вот от него избавиться, но это чисто индивидуальное дело, но я вообще, играя отдельную партию, я старался не держать в уме важность события и важность результата, потому что это, мне это мешало, и мне удавалось как-то абстрагироваться и в матчах на первенство мира, и в решающих партиях, то есть, я концентрировался на содержании шахматной игры и на процессе нахождения лучшего продолжения, лучшего входа, а вот, скажем, ну, были и сложные политические ситуации, я понимал, что, скажем, матчи с коричным это особое значение, вот, если бы я каждую минуту, играя партию с коричным, помнил о важности момента и о своей ответственности, я бы точно проиграл, вот, я умел просто уходить от этого. Ну, а то есть, у вас не было никаких ритуалов, А? У вас ритуалов не было никаких ритуалов? Ну, еще раз говорю, что шахматы это индивидуальный подход, то есть, у меня свои были, но я не хочу сказать и не утверждаю, что это будет годиться для каждого, потому что вопрос психологической подготовки, устойчивости, это абсолютно индивидуальный вопрос. Вот, я че не понял вопрос о ритуалов, хоккеисты не верятся, когда у них идет плейд, да? Кто-то в баре ходит, да? У вас, есть примета? Нет, ну, совершенно ясно, что в баню можно ходить только накануне выходного дня, вот, потому что она расслабляет, и вот если у меня, мы раньше матч на первенство мира играли, как, семьяниевка у нас была, там, скажем, понедельник партия, вторник доигрывание, среда партия, четверть доигрывание, пятница партия, суббота доигрывание. Вот, после доигрывания в субботу я мог пойти в баню, но ни в коем случае не накануне, потому что расслабление идет большое и очень трудно потом восстановить свои способности мыслительные. Дальше, ну, и тем более, тем более, ни в коем случае перед самой партией. Вот, перед самой партией, я думаю, что это, наверное, у большинства шахматистов для того, чтобы дать подготовиться, отдохнуть нервной системе, я не спал, я не любил спать, но где-то прилечь на 20-30 минут перед партией я считал полезным. Полезным тогда нервная система приходит в такое состояние отдыха, но и рабочее. Насколько я знаю, и ботвинник тоже мог прилечь перед партией Каспаров. Таль нет, Таль вообще не любил отдыхать и как-то готовиться, он считал, что он всегда готов. Вот, Спасский тоже перед партией мог прилечь. То есть, это, наверное, универсально для шахмат дать нервной системе сконцентрироваться и отдохнуть немножко. Вот, что касается каких-то каких-то поверьей, так скажем, то у шахматистов, ну, наверное, наверное, есть какие-то какие-то приметы у людей, но понятно, что у большинства шахматистов если проиграл, то на следующий день в том же костюме не придет, в той же рубашке не придет. Вот, это почти у всех. Вот, а у кого-то если выиграл, то будет тот же костюм, та же рубашка не будет менять. А что касается других каких-то поверьей, ну, наверное, у Ботвинника было, он любил вообще на партию приходить пешком гулять. Я не спрашивал, но догадываюсь, что если Ботвинник шел на партию одним маршрутом и результат был неудачный, тот маршрут он не повторил. Белалов Алексей, аспирант юридического факультета. Анатолий Евгеньевич, у меня у вас такой вопрос, какой ход или идею вы считаете своим лучшим творческим достижением, может быть, вы можете выделить несколько партий каких-то, которые вам наиболее запомнятся? Ну, один ход, ну, может быть, можно и найти один ход какой-нибудь уникальный, но вообще-то я сыграл столько партий, которые получили призы за красоту, как лучшие партии турниров, матчи. Это я сейчас вспоминаю на матче с Каспаровым в Лондоне в 1986 году. А почему-то вот журналисты, которые шахматы не понимали, они расписывали, что стиль Карпова скучный, технический, оппозиционный, а вот есть шахматисты с фантазией, и вот они противопоставляли Каспарова и меня. И в 1986 году в Лондоне на пресс-конференции кто-то вот задал вопрос, что ну у вас такой стиль скучный, а Каспаров веселый, эмоциональный, энергичный. Я говорю, ну знаете, вот ваш вопрос, я не в ваш адрес, вы как раз не в этом плане задавали вопрос, но отвечая на ваш вопрос, у нас в 1975 году в 1975 году информатор, это такой информационный был лучший выпуск шахматный в Югославии издававшийся, вот они выпускали сборники партий раз в полгода, и в 1975 году они учредили приз лучшей партии каждого издания. у них была комиссия международных гроссмейстеров из разных стран, 10 человек, и вот они каждой партии там, ну редакция предлагала, конечно, каждый мог включить что-то свое, но редакция предлагала там на выбор 20-25 партий лучших за полгода, и дальше каждый ставил количество баллов, ну и какая-то партия получала первый приз. так вот, за 20, за 10 лет и 20 призов за лучшие партии информатора к моменту 1986 года у меня было 13, причем другой мог там 2-3 приза получить, у меня было 13, а что значит 13, это все партии естественно, либо цельные, позиционные, либо какие-то красивейшие комбинации, я говорю, вот опять-таки мы касались цифр и легенд, я говорю, вот вам цифры, причем это комиссия из 10 гроссмейстеров, это не кем-то одним принятое решение, 13 партий, ну а вообще у меня, наверное, больше 40 партий, которые получили призы за красоту и лучшие партии турниров, вот из них надо выбирать, но если говорить о самом неожиданном, то вы шахматист? Да. Ну тогда вы, наверное, поймете, вот я этим тоже горжусь, потому что такого в истории шахмат не было, когда я играл матч со Спасским 1974 года, в сицилианской защите я в одной позиции сделал ход конь ц3 б1, то есть я вернул коняну начальную позицию, а это такой очень острый дебют, в котором контр-шансы серьезные и встречная игра, и вдруг я возвращаю в середине партии коня на начальную позицию, и это оказывается позиционно выигрывающим ходом, после этого я форсированно выиграл партию Спасского, вот этого в сицилианской защите ни у кого в практике не было, только у меня. я понял, перевод на С4, слабые поля, все. Спасибо, здесь можно поаплодировать, кстати. Здравствуйте, меня зовут Ламуер, я учусь на направлении рекламной связи с общественностью, и у меня к вам два вопроса, один по личному характеру, а другой вопрос как пиарщик. Первый вопрос, это мешает ли вам стратегическое мышление при решении посевдневных вопросов, таких вопросов, а потом я задам следующий вопрос. А что мешает, я не понял? Ну, может быть, когда вы додумываете, не знаю, наперед планы, или как-нибудь видите уже, развеете события до того, как пришли вопрос, может быть, как-то это мешает? Нет, я должен сказать, что шахматы мне только помогают, потому что, во-первых, ну, сейчас это не в диковинку, но система информации, обмена, получения информации в шахматах была установлена давным-давно. Вот сейчас с помощью интернета мы имеем новости чуть не в ту же минуту, но когда еще интернета и в помине не было, то, скажем, сыгранная партия, скажем, в Париже 10 сентября, 11 сентября уже разбегалась по всему миру, и 12 сентября уже весь мир знал и уже проанализировал тонкости этой партии. И шахматисты, как никто другой, издавна научились работать и с источниками информации, и обрабатывать ее, и по-особому анализировать, это все помогает и по жизни, потому что если вам предстоят какие-то непростые переговоры, то шахматисты, как никто другой, умеют к этому готовиться и изучать партнеров или оппонентов с тем, чтобы предвидеть их действия и возражения или поддержку союзников. – Хорошо, спасибо большое. – Спасибо. – Очень короткий, потому что времени у нас немного, а еще вопросов много в задании. – Ладно, хорошо. Недавно вышел такой сериал «Охот королевы», и этот сериал повысил спрос в учености молодежи к шахматам. И я бы хотела узнать, что это было действительно просто как мода к шахматам или действительно повысился спрос к школам, шахматы, если молодежь действительно начала записываться? – Ну, фильм серьезно добавил популярности шахмат, особенно в мире, и компания, которая выпустила фильм. Вообще-то там образ собирательный, и есть какие-то частички биографии Фишера, Спаскова. Конечно, такой шахматистки не было в истории, но создатели фильма решили вот собирательный образ шахматиста взять и переложить его на женские шахматы, что дало особую привлекательность. Но если говорить о фильме, то можно понять по каким-то сценам, что здесь вот Фишер, здесь Спаски, здесь Калечной, здесь Карпов. Это образ собирательный. Но, кстати, 22 декабря будет премьера фильма «Чемпион». это о моем матче с коричневым 78-го года. Он будет иметь сначала вариант кинопроката, а потом будет показан и на телеканале, потому что, по-моему, сейчас Эрнст на каком канале? Первый. Россия или первый? Первый. Первый, да? Он будет потом, после того, как пройдет по кинотеатрам, показан на первом канале, потому что первый канал принимал участие в создании этого фильма и в выпуске. Но, что хочу сказать, что вообще шахматы за последние 10 лет достаточно часто были объектом внимания режиссеров, кино, и были удачные фильмы, были неудачные фильмы, но из удачных фильмов, что можно назвать, французский фильм там был Диагнальфу, причем во французском языке это имеет двойное значение, потому что фу – это слон, а с другой стороны фу – это сумасшедший. Поэтому диагональ сумасшедшего или диагональ слона, как хотите, кто как это увидит в фильме. Дальше были два фильма о матче с Паскова с Фишером, один категорически неудачный, второй ничего, второй смотреть можно. Но вообще я считаю, что, знаете, если, скажем, фильм создается по каким-то историческим событиям, то неуемная фантазия не должна в нем присутствовать. Тогда просто меняйте фамилии и не говорите, что вы выпускаете фильм о матче Фишера со Спасским. потому что тот, который смотреть невозможно, вообще там ничего близко нет, ни от Фишера, ни от Спасского. Надо было выпускать просто какой-нибудь фильм о шахматах, я не знаю, неадекватность шахматистов, можно и так было бы назвать, но Фишера и Спасского там не должно вообще быть. Я знал того и другого достаточно хорошо. Потом неплохой фильм по шахматной навиле Цвейга, дальше «Защита Лужина», неплохой фильм по Набокову, потом сейчас сразу не вспомню какие. А, хороший фильм, но там Фишер присутствует только для того, чтобы зрителя заманить, но на самом деле хороший фильм это как растет молодой шахматист, как превращается в профессионалы. Фильм называется по-английски «Сочинг Бобби Фишера», «В поисках Бобби Фишера». На самом деле Фишер только вот как имя там присутствует, но показан мальчик, который увлекся шахматами и отец, который его ведет и пытается помочь ему стать сильным шахматистом. Спасибо. Следующий вопрос. Да. Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Меня зовут Роман, второкурсник юридического факультета Я бы у вас хотел спросить творчество кого из чемпионов мира оказало на вас наибольшее влияние в вашем становлении? И была ли у вас настольная шахматная книга, как, например, у Петросяна «Моя система»? Но как раз первая часть вопроса связана со второй, потому что у меня первой книгой, которую я изучил, была книга «Избранных партий Капабланке» под авторством Панова был такой журналист шахматный, международный мастер, но известен он больше как автор книги «Курс дебютов» Панова, который когда-то был настольной книгой у всех. «Курс дебютов» Панова я не очень любил, а вот написанная книга о Капабланке замечательная, я изучал партии Капабланки, и, наверное, у меня и создался стиль, который является развитием стиля Капабланки, универсальной. Ну и, кстати, в этом же стиле играет и нынешний чемпион Карлсон, который изучал и учился на партиях Карпова. Так что идет линия в шахматах Капабланка, Карпов, Карлсон. Спасибо. Давайте завершающие три вопроса. Если кто-то еще будет очень сильно хотеть, то мы посмотрим по времени у вас. Добрый день, Антоний Евгеньевич, меня зовут Евгений, я студент и МИД. У меня такой общего плана вопрос. Если проанализировать крупные турниры, то можно заметить, что процентное соотношение национальностей очень в пользу России, то есть очень много наших шахматистов. но почему-то их играть как-то не очень хорошо удается. У нас не получается, если мы выходим на матч с Карлсоном, с нынешним чемпионом мира, не получается его выиграть, как матч Карлсон-Калякин. сейчас достаточно трудно было не помню, с чем вырваться. С чем связано такой сложности то, что наши шахматисты, хотя их большинство, если смотреть, с чем связано, что им тяжело так пробираться? Ну, насчет утверждения, что наших большинство, я бы не согласился, потому что сейчас вообще шахматный мир заполонили шахматисты из Индии, если говорить о мужчинах, а если говорить о женщинах, то китаянок очень много играет. То есть когда-то, в старые времена, да, советские шахматисты и по качеству, и по количеству происходили остальной мир. Сейчас этого нет, но и шахматы очень популярны во Франции и гроссмейстеры во Франции серьезные есть, и в Испании сдали позиции Голландия, Англия и Германия, но появились другие страны, и вот на время Венгрия как бы уходила с лидирующих позиций, сейчас снова венгерские шахматисты хорошо играют, ну и китайские шахматисты, если раньше китайские шахматисты первыми появились и стали чемпионками мира, в 85-м году Кси Юн первой стала чемпионкой мира из Китая, а сейчас по-моему за этот период шесть чемпионок мира из Китая, вот, они может быть даже обогнали нас в Советский Союз сейчас, но сейчас и китайские шахматисты входят в элиту, потом вот в Индии шахмат развивается потрясающим образом, что касается нашего доминирования, то оно закончилось, ну, естественным образом закончилось, потому что распалась великая страна, вот, и мы потеряли, потеряли и человеческие ресурсы, и шахматные, правда, в рамках Советского Союза, скажем, другие страны, которые образовались, они не столько звучали, но Украина всегда была сильна в шахматах, как в мужских, так и в женских, Прибалтика достаточно сильна была, Эстония, Латвия, вот, но в мужских шахматах совершенно неожиданным открытием явилась Армения, если там старые времена Петросян понят, чемпион мира, но он давным-давно переехал в Москву и был уже больше москвичем, когда стал чемпионом мира, но Рафаэль Ваганян замечательный гроссмейстер, а сейчас целая плеяда армянских шахматистов, потом мужчины из Азербайджана, даже Грузия в мужских шахматах подтянулась, вот, но и появились, вот, скажем, очень талантливые шахматистки в Казахстане, в Узбекистане, то есть, вообще, вот, практически на всей территории Советского Союза бывшего, кроме Туркменистана, Туркменистана и Таджикистана, вот, во всех остальных шахматы, шахматы получили свое развитие, вот, а у нас, что касается личного, личного участия в соревнованиях, то, ну, как-то, как-то, я не знаю, мне кажется, мне кажется, не хватает настроя где-то, потом, вот, когда я играл, и я, как бы, принял эстафету от старшего поколения, я считал, что я должен выигрывать каждое соревнование и бороться за победу в любой ситуации, то, что я вижу у наших шахматистов за последние лет двадцать, вот, если что-то не получается, то они так спокойно относятся, но не получилось в этот раз, попробуем в следующий, вот, у них нет такого настроя, причем, говорят, что вот, мы под страхом наказания, это полная ерунда, никаких страхов не было наказаний, но была ответственность, была ответственность, и вот, я считал, что если я представляю свою страну, то я должен бороться за победу и побеждать, вот, сейчас эта ответственность притупилась, и это как раз и является, наверное, объяснением того, что в командных соревнованиях мы тоже, к сожалению, хотя, если взять по одному человеку, шахматисту из России, то, ну, только на первой доске, может быть, идет, идет большая борьба, и кто-то, может быть, даже сильнее, но если взять шесть шахматистов, то на сегодняшний день мы все равно сильнее, если взять по одному, а вот вместе получается, что, ну, скажем, Армения два раза выигрывала всемирную шахматную олимпиаду, но у них только Араням, лидер, который, ну, ну, хорошо, ну, на уровне Корякина играет, или не помнящего, но все остальные уступают, очевидно, а вот в команде они собираются и побеждают, а мы собраться не можем, проигрываем, причем даже часто выпадаем с третьего места, но уж, когда Россия в тройку не попадает в шахматы, то, извините, это привет. Спасибо. Сейчас, значит, вот у вас вопрос, и у меня просьба микрофон вот на ряд чуть ближе передать, и будем, наверное, завершать. Пожалуйста. Савин Алексей, третий курс инженерный институт. Анатолий Евгеньевич, вы уже упоминали, что развитие информационных технологий позволило шахматам вновь возродиться, но какие, на ваш взгляд, главные минусы или различия, если таковыми, имеется между электронной версией шахмат и партией вживую, вы видите. Спасибо. Сложный вопрос, не на две минуты. Это целая философская и научная тема, но есть позитив от вторжения компьютера в шахматную жизнь, есть негатив. Позитив – это вот как раз возможность получить очень быструю информацию, возможность ее обработать, возможность привлечения компьютеров к подготовке, к, скажем, где-то к изучению эншплинных позиций и навыков. Но, с другой стороны, компьютеры проектовали нам условия проведения соревнований, мы вынуждены отказаться были от доигрывания, от откладывания партий. А отложенная позиция и анализ отложенной позиции – это фантастическая и ничем незаменимая школа изучения эншпиля. Когда ночью приходится смотреть трудные позиции, изучать эншпиль, я книжки не любил паншпилю читать, но я практические шахматисты, именно благодаря анализу, желанию защитить трудную позицию или добиться победы в позиции равной, дала мне глубину знаний. Сейчас этого нет. А поскольку время на партию сократилось, то многие шахматисты или многие партии не добираются до уровня эншпиля вообще, они заканчиваются раньше. И таким образом упала техника, упали знания шахматистов по разыгрыванию каких-то сложных эншпильных позиций. Это негатив большой. Как с этим бороться не знаю, но я с уверенностью могу сказать, что. Правда, Карлсон владеет техникой эншпиля, но уже по всем другим шахматистам я с уверенностью могу сказать, что в лучшие годы я играл намного лучше эншпиля, чем все лидирующее шахматное сообщество нынешнее. Что я даже сейчас могу доказывать в каких-то отдельных турнирах. Я в борьбе за первенство мира давно не участвую, но в отдельных партиях могу быть опасным соперником для любого, включая Карлсон. Спасибо. Добрый день, Анатолий Евгеньевич. У меня возник такой вопрос в связи с тем, что вы очень часто упоминали разделение на мужские и женские шахматы. Во-первых, как вы относитесь к объединению мужских и женских шахмат, потому что, насколько я знаю, нынешняя чемпионка мира по шахматам Хоуи Фань, у нее были некоторые конфликты с шахматным сообществом из-за этого разделения, и она отказывалась играть. Второй вопрос. Как вы считаете, почему очень мало женщин, практически можно пересчитать, можно сосчитать на пальцах, у которых рейтинг выше 2600 рейтинга Элла. И почему рост рейтинга падает с возрастом? Этот же вопрос задавали Даниилу Дупову в недавнем интервью. И вот он как-то не очень развернуто ответил, но мне кажется, это связано с тем, что у него и опыта, конечно, меньше, чем у вас. И вот мне интересно было бы вас послушать на эту тему. Ну, история женских шахмат намного короче, чем мужских, потому что женщины начали играть в шахматы где-то, ну, на серьезном уровне. Кто первая? Вера Менчик, наверное, это до войны, до Второй мировой войны. Она играла в турнирах с мужчинами, имела отвагу и храбрость играть. Она не выигрывала турниры, но, в общем, она достойно боролась. А потом первые, кто стал играть в мужских соревнованиях, это Нона Гаприндашвили. Но разделение, естественно, и никакой дискриминации женщин нет. Более того, я бы сказал, что есть дискриминация мужчин, потому что женщины могут играть в мужских соревнованиях, а мужчины в женских нет. Так что у женщин больше возможностей. Что касается конкретно чемпионки мира китаянки Хой Фань, я ее очень хорошо знаю, собственно, я как бы и дал ей путевку в жизнь, потому что я с ней играл матч в Китае. Это было за месяц до того, как она стала чемпионкой Азии. Ей тогда было лет 17, по-моему, или 18. Она очень амбициозная, хорошая шахматистка, непросто мне этот матч дался, я ее обыграл, она крепко расстроилась. Я говорю, а что, собственно, расстраиваешься? Во-первых, я хоть не действующий на чемпион мира, во-вторых, ты получила школу фантастическую и станешь чемпионкой мира среди женщин точно. Так вот, через месяц она стала чемпионкой Азии среди женщин, а через три месяца она стала чемпионкой мира среди женщин. Потом мы с ней еще один матч играли, у меня с ней хорошее отношение, но конфликта у нее не было по поводу разделения мужских и женских шахмат. Она спокойно играет в мужских турнирах, у нее, правда, был перерыв, она, вот я не знаю, закончила или нет, но она поступила в Оксфорд учиться, и на время у нее активность шахматная убавилась. Но вообще это очень сильная шахматистка. Но как-то мне, наверное, удалось подобрать ключи, и я выиграл у нее два матча. Не уверен, что любому из шахматистов элиты удастся обыграть ее два раза подряд. Что касается женщин других, то сейчас много играют женщины, много гроссмейстеров не только с женским званием, потому что у нас есть гроссмейстерские звания женские, но есть мужские, и большое количество ведущих шахматисток мира, они являются и женскими гроссмейстерами, и мужскими. Но вот за всю историю лучшие результаты в мужских соревнованиях показывала Юдит Полгар, она даже года три подряд входила в десятку лучших шахматистов мира. Это вот лучшие результаты и лучшие представители. И Юдит Полгар как раз отказывалась играть в женских соревнованиях среди девушек. Она играла только с мужчинами. А ее сестра уже Полгар, мужской гроссмейстер, она была чемпионкой мира среди женщин. То есть она играла и в тех, и в других соревнованиях. А Юдит Полгар считала недостойным для себя играть с женщинами. Она один раз сыграла во всемирной олимпиаде за женскую сборную в Венгрии. Это был единственный раз, когда она играла в женских соревнованиях. Спасибо. Я думаю, что на этой демографической ноте мы сегодня завершим. Я говорю сегодня завершим, потому что теперь у вас есть школа и мы надеемся, что и не заданные сегодня вопросы. Те, которые будут рождаться к вам каждый день, еще не раз мы сможем задавать при личных встречах. Спасибо вам, что сегодня уделили время. Всего доброго. Вам успехов и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok